всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала ну вот сейчас меня зрители просили как-то про видео когда я рассказывал про зенок сейчас мы все-таки организовали очень большой такой тест драйв палочек стоит много палочек и вот мы решили провести такой тест именно по дальности заброса сейчас будет у нас присутствовать два зенака один знак как бы более старой модели с кольцами ржи чтобы понимали что то такое сейчас мы это дело покажем вот такие вот кольчики они титановые идут по всему бланку много-много-много поджаты вот на таких лапках и будет новый знак про который я уже видео упоминал с кольцами да и будет еще новый знак про который я уже рассказывал будет с кольцами торзает титановыми и сейчас мы попробуем по длине линию мы уже очертили сделали разметку до 105 метров там желтая тряпочка то на 100 метров и сейчас мы за основу возьмем одну катушечку возьмем с одним шнуром будем ставить на разные спиннинги и будем пробовать дальность заброса сегодня со мной витя и денис я скажу честно уважаемые зрители но часто покидали ну как бы сказать просто в воду эти моменты и я в жизни никогда не придал зенаком и вот витя мне предоставил такую возможность покидать его палочкам палочкой зенак я вот именно кидал с кольцами ржи пока с торзайтовскими я этой палкой не кидал но обязательно сегодня покидаю я скажу впечатление конечно после графит лидера космическая я взял эту палочку зенак у которого еще кольца ржи как он 70 76 взял кину и у меня прямо за струю пошла такой заброс он просто кида очень далеко я просто офигел думаю почему у меня графит лидер тиро прототип так не кидает то есть отличие было такое разе разительная и мы чтобы не смотреть по воде и не спорить мы взяли по берегу расчеткили длину и сейчас мы будем устраивать этот тест-драйв действительно насколько можно в среднестатических условиях для наших рыбаков сделать вот определенные забросы витя скажи пожалуйста какая палка сейчас 1 будет на тесте попробуем марка 6 теста 4 до 21 так катушка катушка пошимана 4000 на шнурок 015 нанофил будем с верхнего теста приманка 21 грамм и сейчас у нас денис пойдет на ту сторону он станет где-то на 90 метров будем конечно чтобы не травмировать шнуры с приманками будем постараться ложить воду но я думаю сейчас это да то есть если какие-то погрешности там а будет пару метров я думаю не принципиально это будет ну вот наша импровизированная черта старта все давайте попробуем посмотрим ведь обладает своей техникой заброса определенной нет просто что хотелось бы добавить ргшные кольца они несколько при забросе отличаются от обычных спинников потому что надо как то вот они ргшные кольца это сами объяснить более плавненько делать и в конечной фазе докидывать дайте мне как это со стороны примедленные бы съемки 80 метров 83-84 метра но кстати нам сейчас денис казашу где-то 83 метра был заброс он там фиксируется у стороны по воде мы разметили по берегу берег стараемся давай 83 метра нам сказали ведь можно окину сейчас для чистоты эксперимента сейчас я попробую сделать тоже один забросик сейчас нам где не скажет то есть делали где-то два-три заброса где-то ложится 83 метра это приманка 21 грамм до сделаю заброс постараюсь тоже так как сами понимаете уважаемые этой палка сегодня кидал всего раз пять от этого как бы вот черта я отойду поближе сюда вообще-то можно отсюда как раз нормально срезать у меня другая стиль заброса ведь это делать больше такой длинный свист и потом палку медленно тянет а потом и как бы доворачивать нагружает а я сейчас буду кидать с более короткого свиса как это делаю я сколько-то у нас ну что хочется сказать что вот виктор кидал своим своей техникой заброса делал отвис что я с коротким подмотка и агрессивным забросом вот сейчас мы ходили выкинула на берег положил там 84 метра денис стоял и говорит сделали 4 заброса независимости от техники заброса да ну как мы все-таки относительно опытные спиннингисты примерно она и та же длина сейчас мы поставим чуть-чуть полегче приманку это у нас было 21 грамм когда раскидаешься я вот например прихожу на берег вчера позавчера другой палкой рыбачил с этими кольцами вот реально начинаешь раскидываться где-то через полчаса забросов 15-20-25 ловишь некий момент то есть оказывается у палочки есть предел кто бы ни кидал какой рукой какой техникой заброса она все равно ложит примерно в одном и том же метровом диапазоне это 83-84 метра это была приманка у нас 21 грамма 76 среднестатистически таки да это длина какая метрах 228 то есть палочка относительно не длинная кольца джи мы видим что за 80 метров она кидая сейчас приманка будет полегче посмотрим сейчас 18 грамм почти 80 метров почти 80 до он сейчас до приманка пошла в стопор неудачный заброс был все равно почти 80 почти 80 почти 80 нам сказали сколько денис 78 ну то есть сейчас она приманка полегче но все равно около 80 метров заброс происходит где-то что нам сказали сейчас 78 метров заброс отсюда конечно не видно куда летит денис там фиксирует сколько денис 82 ну вот видите конечно приманка до рука ложится 82 метра кинули то есть вес полегче стал летит похуже но все равно в районе 80 метров середине статистически у нас все равно с 8 с граммой приманкой заброс происходит он ведь он говорит даже поклевка было да пока тащил игре даже кто-то жахнул ну чё давай приманочку 14 грамм до повесим но ниже 14 уже опускаться не будем давай сюда так давать палочку что там наши чудо коробочки это 14 грамм у нас да вот сейчас мы будем делать забросы 14 граммовой приманкой верхняя граница спиннинга 21 грамм давить причем такая честная честно вот хозяин спиннинга грит без фанатизма тест очень честный на этом спиннинге зенак пробовал я и 25 грамм легонечко так очкова можно сколько денис 70 метров до видим что забросил уже начинаем терять с уменьшением веса приманок да ведь так я кинул легенькую приманочку сейчас мы проверим мой более агрессивный заброс посмотрим будет ли это влиять на мелких весах а почему именно взял на ну вот на этом уже на мелком тесте чтобы попробовать если разница вот в этом агрессивном забросе сколько о то есть видно что при уменьшении веса приманки агрессивный заброс дает чуть-чуть получше результат 75 метров это приманка 14 грамм да ну 75 метров при 14 граммов я считаю это неплохо это был это был у нас зенак с 76 с тестом от 4 до 21 с кольцами rg а сейчас мы поставим тоже снайп а сейчас мы поставим зенак снайп про которую я снимал видео с кольцами торзает и с длиной более большой и большим тестом сейчас мы переставим катушечку сделаем перерыв ну вот сейчас мы взяли такую же четырехтысячную катушку стелу только шнур у нас сейчас будет поешь на и висеть шнур у нас с 0 атака была а там тройника нету да там ничего нету специально для теста приманка не заглублял сверху жахнул это 0 017 где-то да шнур 0 185 но 1 и 2 пылья дуэл хардкор очень нравится этот шнур не единица я что то не взял бобину с единицей обычно я единицы рыбачил когда ставлю приманки 21 25 грамм ну вот сейчас у нас снайп с 86 длиной 260 тест от 8 до 40 приманка 21 грамм да то есть это получается середине теста и пока мы тут менялись наступает день и нам сейчас подул в лицо встречный ветер ну посмотрим да ведь ветерок нам испортил тест и вот даже смотрите у ведь к поднимаются волосы он сейчас по вот видите смотрите волосы поднимается и встречный ветер видно у него по голове что волосы забывают ему на затылок и стараться пробивать ветер да сейчас мы да сейчас мы будем кидать против ветра тест чуть чуть не удался у нас поднимается ветер сколько получилось денис 80 вот видим что сейчас получилось у нас 80 метров результаты похуже чем на первом спиннинге у которого длина была 230 потому что дует встречный ветер хотя если так разобраться то 21 грамм это по сути дела почти середина теста этого чуть чуть повыше спиннинга да давай делать вторую попытку это у нас уже зинак снайп 260 с кольцами торзает 88 88 вот оно вот оно да все таки лонкаст выстрелил 88 метров приманка 21 грамм хотя у нас сейчас стоит и шнурок потолще от предыдущего потому что на том да шнур толстый почему мы не поставили ту самую катушку с тем же самым шнуром нанофилом получается это спиннинг дает отстрел то есть шнур слабоватый и делается отстрел аккуратненько забрасывать палец перемотать ну да ну ка витёк давай где-то 85 то есть даже с легким встречным ветром видно что вот второй и третий заброс 88 85 метров хотя мне кажется если ему побольше приманку поставить я думаю он может кинуть дальше вот сейчас для этой палочки 260 тестом 840 зинак мы поставили так как у него тест побольше чем у предыдущей палочки мы поставили 25 грамм давить 25 грамм ну вот хороший сильный ветер видно что он встречный увидите поднимается волосы прямо да час ветер он сейчас постоянно будет сколько денис ну да хороший встречный ветер видно у ведь к даже на голове волосы поднимают вот смотрите уважаемые кидаем против ветра 81 метр заброс идет до закрытым закрытым стадионом мы не обладаем договориться можно да цена вопроса ветер ветер сколько также 81 82 метра ну дует хороший встречный ветер 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 портит все нам сколько 85 вот по длине и заброс пошел человек как желточек фуганет на бегущего малька скажет малек офигел глиссирует вдоль берега надо его ужалить ну вот решили мы все таки еще сделать зенаком 86 забросом заброс приманкой 28 грамм кто не рискует тут не пьет трехопол хорошая шутка сколько ох ничего себе даже смотрите у ведь к на голове поднимаются волосы встречный ветер тема 88 89 метров от заброса встали дыбом волосы у ведь к 88 89 метров приманка 28 грамм ну я бы сказал наверно лонкаст в какой-то степени миссия название оправдывает почти 90 метров это уже для средней статистической ну да среди снайпов да сделаем то попытку нам борту этой приманкой но ветер конечно достаточно хорошо дует 90 90 метров опа 90 метров это на сегодняшний день рекорд 90 метров это на сегодняшний день рекорд да ветер встречный достаточно сильный прямо волосы у ведь к на голове дыбом встают и даже да кидаем сотню кину да да то есть при идеальных условиях мы так предполагаем что приманку 28 грамм этот спиннинг снайп с длиной 260 с длиной 260 и с тестом от 8 до 40 приманку 28 грамм при идеальных условиях мы предполагаем все таки 100 метров можно кинуть да не космос да конечно не космос но можно ну давай третий заброс вот у меня юфики трехметровые вот трехметровый уфм 7.35 тест 25 грамм я ложу 90-95 метров легко 28 грамм ну под сотню легко ложу давай закидывать ну тут трехметровая палка несколько неудобно восемьдесят шестая одинаково нагрузку до 90 да то есть два заброса да против ветра все таки 90 метров мы ложим ложим эту приманку все таки лункаст и слонкаст 90 метров вот против ветра мы сейчас сделали три заброса и все были 90 метров приманка 28 грамм ну и вот уважаемые зрители сейчас самый интересный момент мы поставили ту же самую катушечку с тем же шнуром что на зинак снайп длиной 260 тест 840 сейчас мы эту же катушечку поставили на спиннинг графит лидер прототип и ставим для него приманку 21 грамм и попробуем посмотреть на какую длину относительно зинака выкинет графит да то есть будет кидача светёк своим же забросом гриц пиннинг ему в руку не ложится он им никогда не кидал до это ведь к можно сказать первые забросы все непривычно ну вот поставили мы на графит лидер 18 грамм попробуем может восемнадцать грамм он будет выкидывать лучше чем двадцать один не нужны на жесткий кидал сколько сколько 75 метров сколько 73 ну а витек я попробую агрессивным забросом и даже до 80 метров графит не дотягивает 75 метров 75 о на берег сколько получилось 74 видишь 75-74 на одинаковых шнурах на одинаковых катушках видишь не вытягивает он ни при каком забросе ну вот оттестировали мы графит лидер и решили все таки с этим же шнуром теперь спешным попробовать зенок снайп 76 давить с тестом до 21 какая сейчас весом приманка стоит 18 грамм вот сейчас мы уже с этим шнуром решили 18 граммовую приманку откидать на на зеноке 76 на снайпе толстоватый шнур конечно колечки малюпусенькие но тем не менее надо же пробовать сколько 75 ну вот сейчас данный момент такой же заброс как и у графит лидера получается на этой же катушке на этом же шнуре 75 метров это лучшие показатели с графит лидером сколько так почти 80 78 о по-моему лучше да сколько почти 80 78 ох ветерок ветерок сколько 76 76 78 76 встречный ветер ну вот уважаемые зрители было у нас на тесте три палочки был у нас графит лидер тыра прототип с тестом от 4 до 24 длиной 255 была у нас палочка зенок снайп лункаст с длиной 2.60 с тестом от 8 до 40 с кольцами была у нас титан торзает и была у нас и была у нас снайп 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 76 это длина 2.30 от 4 до 21 все мы кидали одним шнуром одной катушкой примерно одинаковые приманки и сейчас мы хотим подвести финал всего этого момента ну давайте с низов начнем всех всего хуже результаты при забросе это проказал графит лидер тиро прототип это он данный момент по сравнению с зенаками по дальности заброса был аутсайдером его лучший результат заброса был 75 да Денис да 75 метров на приманке 18 грамм на приманке 21 грамм он кидал еще хуже получается видно он проваливался или еще как то не хватало ему ну вот плюс еще встречный ветер понятно что эти все данные не точно мы кидали зенаками тоже против ветра но да кидали мы так по разному как кидали как могли так что вот это все под вопросом и все относительно но я думаю погрешности вышли какие-то метры но в любом случае графит лидер откидался при одинаковых приманках хуже всех ставим ему третье место второе место у нас занимает рассказывай Витек про свой спиннинг любимка ну что не про него говорится все видели ребятки просто это моя любимая палка но она мне нравится я к ней привык более менее но терушник тоже хороший мне понравился это вот второе место у нас занимает зенак снайп с длиной 76-230 с тестом от 4 до 21 его самый дальний заброс какой был его самый дальний заброс был в районе 80 75-80 метров он кидал 75-8 метров 80 метров то есть он грубо говоря где-то в среднем метров на 5 кидал лучше чем графит лидер одинаковые приманки ну и соответственно вот самая громкая палка которая появилась впервые на Дальнем Востоке вот они обе здесь вот два хозяина это палки это вот ну-ка возьми ее в руку это конечно азенак снайп лонг каст все таки название ему производители дали не зря он у нас показал самые большие результаты его тест от 8 вернее да от 8 до 40 грамм да его самый дальний заброс был 90 метров 90 метров то есть получается так что все таки три заброса сподряд было ровно 90 метров я не ошибаюсь Денис да ровно 90 метров я почему спрашиваю Дениса потому что Денис с той стороны камеры стоял на этих отметках и смотрел то есть все таки получается снайп у нас дал самые большие результаты лонг каст с тестом 8 40 грамм и написано там еще хэдмейд япан хэдмейд типа ручная работа у него были самые дальние забросы но правда вес приманки был 28 да 28 грамм я считаю что при агрессивном забросе 30 это потолок 30 это потолок если аккуратненько но кстати надо еще один учесть момент что вот этот вот зенак лонг каст снайпер с тестом от 8 до 40 да все таки надо подметить все таки если люди думать что они кидают обыкновенными спинингами 100 метров это все таки не так Все-таки 90 метров выжать, это нелегко, 90 метров простыми среднесосистическими палками, даже в длине 2,70-2,60. Кстати, вот Витя говорит, как специалист по Зинакам, скажем так, на Дальнем Востоке, он говорит, что вот если, в принципе, на этот Зинак подобрать еще более тонкий шнур, то, в принципе, при тишине, когда нет ветра, все нормально, можно до суточки догнать, да? Я думаю, что при ПЕ-шном шнуре единичка, 25-28 грамм он будет сотку кидать. Сотку, да. То есть, в принципе, из этого Зинака Лонгкаст... Хищники прям тут гоняют, а теперь, я думаю, нам скоро надо приступить к ловле того, для чего мы все-таки приехали. Попробуем, да. Вдруг повезет в жахту. Да. Все-таки Зинак Лонгкаст Снайпер с тестом от 8 до 40 грамм свое название оправдывает, да, Денис? Оправдывает. Хороший заброс. Ну, а графит тут, конечно, проиграл. Ну, это, кстати, мы тут не соревновались, что, чего дальше. Нам просто было самим интересно выяснить вот эту вот ситуацию, уважаемую. Ну, вот, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, делитесь видео с друзьями, задавайте вопросы под видео специалистам по Зинакам. Ну, не специалисты, а фактически. Да. Люди из Пролетарио. Любим просто в очередь эту рыбалку. Ну, все. Всем до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова